Итак, уважаемые друзья, по просьбе некоторых пчеловодов я сегодня снимаю видео за своих курочек. Ну, некоторые процессы работы, обслуживания. Расскажу, для чего такие курятники стоят, вот, как курочки себя ведут, как несутся, сколько штук, какая порода, возможно. Итак, для начала мы так коротко покажем, какие процессы мы производим, мы не будем сильно это все. Ну, у нас есть такая газонокосилка. Мы немножко косанем травы и это самое подцепим курям, потому что они очень любят травку, им обязательно это надо. Ну, сейчас я косану. Итак, посмотрим, что у нас тут накосилось. Вот, это у нас с таким мешочком косилочка для курей, хватит для наших. Вот, смотрите, пожалуйста, есть кое-что. Ага, значит, понесем сейчас. Пол мешочка им для них хватит каждый день. Свежатинка, меленько, измеленно. Вот. Сейчас мы их, они вот тут уже ожидают. Вот. Заходи. Сейчас мы их покормим. Идите сюда, мои дорогие, идите. Вот тут мы им сюда на краю в пенечке сыпем травку. Они сразу, видите, накидываются. Говорят, ко-ко-ко-ко-ко, ко-ко-ко-ко-ко. Очень любят это самое перебирать свеженькое. Вот, клюкать. Ну, конечно, мы их не обижаем, кормим хорошо. Вот. Они очень довольны. До 3 августа 16 курочек неслись хорошо. Буквально 12 яиц они давали в среднем каждый день. 10, 13, 14. Ну, так в среднем 12 яиц у них выходило, как говорится. Вот так мы им травку, они тут... А сейчас пошло дело к осени, они что-то или линять стали. Сбросили яйцекладку. А так каждый день практически неслись. Вот. Молодцы. Тут у меня разная порода. Вот, как видите, и красненькие несушки хорошие. И черненькие, и беленькие. Красненькие то одной породы. Они несутся неплохо. Вот. А все остальные, так сказать, этого года, ну, году еще нету. Вот. В ноябре они вывелись в прошлом году. Я покупал участника. То у них там смешанная порода. Вот так черные, белые. Вот смешанная порода. Поэтому у них кудахчут здорово. Эти красные практически молчуны. Не кричат, ничего. А вот это вот белые и черные пестрые такие. Им только дай покричать. Кричат, пищат на всю катушку. Ну, я яйцо снесла. А то нам и пришлось видеть на видео различные это самое изречения. Вот так процесс кормежки мы им надавали. Это вперед мы давали. Она уже подсохла, как говорится. Вот. И пчелы, то есть товарищи наши курочки уже покушали. А вот сюда глянь сверху. У меня тут пчелы собственную водопойку сделали. Вот, видишь. Тут рядышком пасека у меня, моя. И они это самое, каждый раз дождик. Если дождика нет, я сюда ведро хлебанул. Им удобно. Ни одной утопившейся пчелы нет. Видите? Очень удобно. У нас очень часто выпадают дожди. Практически тучки, как говорится. Вот, пожалуйста, пчелка усиленно пьет водичку. Вот, видите. Вот, вот, пчелка пьет. Сейчас это вот середина дня. Свыше 30 градусов жары. И они, чтобы далеко не летать. Тут понравилось им здесь. Они и пьют, как говорится. Итак, друзья, сейчас я вам расскажу за курятники. Не буду вас задерживать долго. Вот, кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, кто-то попросил меня сделать. Вот этот курятник, видите, колеса. Вот. Вот это специально сделанный курятник. По осени я сажаю сюда 10 курей. Завожу на грядку и ставлю. Они снизу, вот здесь, покажи, сюда зайди. Вот, снизу вот-вот сеточка тут, вот такого порядка, вот. Вот, где-то на 3 пальца шириной и на 4 длиной ячейка. Ну, это для того, чтобы и куры не выскочили, или какое-то животное может подлезть, чтобы оно не прогрызло. Закрывается оно вот так. Вот, закрывается. И здесь наш пингалет, или вот это еще добавочно. Вот. Ну, сейчас мы не закрываем. У нас нету таких животных, которые бы пришли и потревожили. Это, значит, снизу кормушечка и поилка водяная. Но мы ее сейчас не пользуемся, потому что снаружи даем воду в баночки. Вот. Видите, вот вода в баночке. Корм вот здесь рассыпаем. Они тут хорошо кушают, выбирают. Это вот камешки покупаем. Специальный ракушечник, какой-то я не помню. Да, связано с ракушками что-то. Вот, специально. Для того, чтобы они могли перетирать в желудке. Итак, смотрим, что у нас внутри. Эта клетка рассчитана не больше 8 курей приблизительно. Ну, максимум 10. Потому что они не любят тесноте. Как она работает? Значит, если нам надо передвинуть, мы берем за ручки и двигаем вперед или назад. Видите, я сам свободно двигаю. Ну, здесь она у меня сейчас стационарно стоит. Вот. А если надо куда передвинуть, за счет колесиков спереди я потащил и передвинул. Здесь очень интересно сделано у нас второй этаж. Как видите, досточки кругом. Вот это дверька одна, вот эта дверька другая. Открывается вот так. Раз. Вытащили. Вот. Куры заходят через это центральное отверстие. Наклонись, покажи, как они там по ступенькам идут. Вот. Вот эта ступенька, она поднимает, они поднимаются сюда. И здесь они сидят в длину. Здесь яйца несут. И здесь яйца несут, как говорится. Жена у меня каждый день здесь проверяет. Какашки убирает весь помед. За помед мы скажем попозже. Слаживает пол ведра помеда. Наливает водички. Он настаивается. И потом баночку литровую берет на ведро воды. И поливает растения. Огурчики поливает, помидорчики. Очень хорошо растет. Потому что даже просто сухой помед берем, сыпем под деревья, как говорится. Как устроена эта дверка? Смотрите внимательно сюда. Тут прибита планочка. Под планочку сделан пазочек. Пазочек сделан на толщину доски. Чтобы вот это самое... Смотрите сюда. Вот сюда. Покажи, как оно заходит. Отсюда наклонись. Вот, видите. Заходит и зацепляется. Его не можно вытащить сюда. А здесь входит планочка отодвинутая. Эта самая досточка. Входит под низ. Вот смотрите, как оно вставляется. Вставляется здесь прямо за под лицо. И не на брусочек, а чуть смещено от брусочка. Вот видите, вот сюда вот. Этот брусочек до пол дерева прибитый. Чтобы вот эта планочка могла свободно уходить вверх. Паз есть. Это, видите, выше. Тут щель, пальцы просовываются. И потом спокойно опускаемся. Здесь небольшая щель. Пальцы проходят вот так вот насквозь. Но животное не залезет. Никто не залезет. И вот так оно закрывается. Эта сторона аналогично сделана точно так же. То есть мы здесь... Вот курочка у нас сидит черненькая. Ой, молодец. Яичко снесла. Вот. И она с перепугу соскочила. Вот видите, яичко снесла. Но это может она, а может не она. Поэтому мы оставим пока здесь яичко. Пусть она тут и здравствует. Это точно так же. Толщина здесь на толщину доски. Чтобы она одевалась на доску вот так. А эта заподлицо вверх поднимается. Поднимается вверх и опускается. Ой, да не будем тебя трогать. Успокойся. Это, значит, моя дочка заказывала специально. Специалистам они сделали. Вот так она сделана. Сеточка спереди. Снизу брусок пропитанный. Чтобы он не гнил. А сверху можете любые бруски делать. Любую доску. И не надо вам лишних хлопот, проблем. Приблизительно вот так. Вот тут сбоку. С торца у нас все закрыто. С одной стороны. С другой стороны закрыто. Здесь небольшое окошечко сделано. Вот. Видите? Вот окошечко. И можно посмотреть насквозь оно. О, пожалуйста. И с этой стороны окошечко. То же самое. Если вам надо ночью закрыть. Закрыть. Вот тут у нас есть тросик. Он поднимает. Посмотри, посмотри. Наклонись сюда. Ниже. Посмотри. Видите? Он дергается. Он поднимает вот эту ступку. Видите? Видите? Она поднимается. Она сейчас уперлась в сетку. Надо наступить и придавить. Она закрывает полностью это самое отверстие, куда заходят куры. Вот. То есть это для того, чтобы закрыть курей. Если вам надо что-то там порядок навести, когда вы вывезли на открытую прапорту, чтобы куры не выскочили, вы их вечером закрываете, залезли, порядок навели здесь, вышкребли. Это специально переносной курятничек. Этот курятничек я делал, ну, так сказать, с экономичного материала. Чем быстрее, тем лучше. Вот, пожалуйста, посмотри здесь. Здесь тоже пару яичек лежит. Почему я сделал второй курятничек? У нас 16 курочек. 8 курочек сюда, 8 курочек сюда. И им вполне достаточно. Они, как говорится, его тоже можно сделать переносным. Я на эту тему тоже рассчитывал. Курочки сидят вот здесь. Вот. Чтобы удобно было брать яиц и перебирать, я сделал пазочек сюда. В этот пазочек вот ОСБ или ДСП вставляется, чтобы оно не выпало. И закрывается по-простому два загнутых гвоздя, как говорится. Ну, немножко, так сказать, до ума не доведенный. Ну, работает мне просто жарко, нет возможности возюкаться с ним. Можно было бы одевать в лучшем варианте. Здесь то же самое, посмотрите. Подставочка, можно заходить. Перекладину для курей, если не захотят сидеть. Вот. Здесь я, правда, не доделал. Но оно все равно у нас работает, закрывается. Дверка, если надо, я закрыл. Вот. И пару ручек, и там пару колесов. И тоже можно перемещать, как говорится. Естественно, воду эту убрать. И если это мне надо, я с расчетом на будущее. Запросто могу его переместить на грядочку. Как видите, они дают хороший помет. Вот посмотрите сюда, видите, здесь помет лежит. Если они внутри, весь помет внутри просыпается. Очень замечательно пчелы, куры, хорошо себя чувствуют. Ну, в смысле, дают плодность земле, на которой оно стоит. И по весне оно просто прекрасно растет. Итак, пойдем еще немножко глянем. Где-то тут у меня жена готовила, не знаю. Удобрение она уже осень, она перестала поливать, как говорится. Ага. Обычно в такое ведро, пол ведра помета накладывают, доливают водой. Вот часть челок сюда залетела, пока каким-то причинам воду хотели взять. По-видимому, они везде, где испарение, ищут туда лезут. А не смогли. И потом берет баночку литровую и подливает, куда ей надо. Помидорчики, ну, все, что куда вы хотите. И всю весну подливала, сейчас дело пошло к осени. Итак, друзья, если у вас есть какие-то вопросы по отношению к куре, я уже сказал. Порода разная у меня, потому что участника покупал. Ну, у нас с Америки, я смотрю, многие выписывают. Есть специальный сайт, где можно выписать и могут вам прислать и яйца. Короче, хорошие яйца для инкубатора можете положить и вывезти. Разных уточек можно вывезти. Несколько сортов я смотрю на Украине, уже там есть. Я видел на Ютубе многие разные сорта. Курей разных сортов. И индюков. И все, что вам... Цесарки, короче. Все, что и в России я видел, все это есть. Поэтому, если у вас есть вопросы какие-то, вот, и я смогу ответить на них, то, пожалуйста, задавайте. Если не смогу, уж извиняйте, я больше... Я люблю животных, держал. Курей до 30 держал. Голубей держал. Овец держал до 20 штук. Здесь в Америке уже держал. Вот. Гусей держали мы, уточек держали. Цесарок держали. Вот. Но сейчас мне местность не позволяет. В этой местности запрещено держать вообще животных. По этой причине у меня всего 16 курочек. И то я уже опасаюсь. Если соседи пожалуются, скажут, воняет или еще тому подобное, то, естественно, люди на первом месте. И у нас ассоциация хозяева, Омнером называется. Ну, хорошо, что в ней председателем сейчас там находится человек, который вырос на ферме. И он говорит, ну, хорошо, я ничего против не имею. Говорит, пожалуйста. А есть попадал в такие ситуации, где люди просто... Даже участок, у меня был 5 акров, они там придирались. Это почти 2,5 гектара было. Вот. И там придирались, говорят, то воняет, то еще. То есть и в Америке есть люди, которые любители животных, пчел. А есть нелюбители. По отношению пчел скажу вам, что у соседей некоторые прилетают, пьют водичку у собачки с мисочки. Дождь прошел, с половичка берут водичку. Или еще... Это, знаете, за полкилометра отсюда. Попробуй докажи, как говорится, чьи тут пчелы летают и чьи они водичку пьют. Мои-то тут под боком постоянно пьют. Итак, друзья, извиняюсь, что не так, прошу прощения. Если какие-то вопросы, заявки на следующие какие-то видео или устройства здесь, в Соединенных Штатах Америки, можно задавать, если будет возможность, я вам сниму. Если какие-то хотите снять, что-то купить, смотрите снизу, там у нас есть Амазон, Алиэкспресс. Или подписывайтесь, или ставьте лайки, дизлайки. Ну, попросили меня снять такое видео за своих домашних курочек, я снял. Итак, удачи, до встречи. Будем делать следующее видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!